всем привет друзья с вами снова александр и давненько не было у компании joy интересных новиночек в креслах и наконец-то выпустили они интереснейшие действительно кресло это кресло называется joy i quest это кресло скажем так вы купили люлечку от компании joy с базой isofix да и level например тот же шикарная люлька причем она одна из самых лучших по соотношению цена-качество и чтобы база приходила в комплект ссылочку я добавлю в описании кстати пройдите посмотрите вот откатались вы в этой люльке и хотите купить следующие кресла вам понравился joy очень сильно вам стопроцентно понравится и вы не хотите с бренда уходить хотите что-то следующее купить у вас есть прекрасная возможность вы покупаете кресло i quest и ставите на эту же базу можно в принципе даже у вас была уже допустим какая-то люлька вы откатали и хотите просто следующее кресло купить тоже можно купить и quest с базой можно купить его с нуля с рождения эта группа 01 просто с базой тоже обойтись без люльки это такой своего рода комплект для путешествий комбо комплект который покроет все ваши потребности с рождения до четырех лет до 100 сантиметров грубо говоря роста вам этого хватит сегодня же мы с вами рассмотрим ее просто как будто вы ее купили базу и эту это кресло что она себя представляет группа 01 с рождения до четырех лет приблизительно до метра роста соответственно давайте я вам чуть-чуть его покажу поближе вот что она из себя представляет это кресло у нас так как с рождения кстати вставочка это flex signature серия это премиальная линеечка у кресел joy и в колясках то же самое серии flex signature здесь используются очень офигенные крутые дорогие ткани и по ощущениям она выглядит и ощущается наверно в два раза дороже чем она реально стоит поэтому flex signature это очень хорошая хорошая серия у компании joy действительно заявка на премиум за минимум денег вот что мы здесь имеем так как с рождения нам обязательно нужно маленького ребеночка как-то здесь зафиксировать для этого у нас здесь идет такой бутерброд из вкладышей давайте я вам вытащу этот бутерброд и весь его покажу пока ребенок совсем маленький естественно мы отсюда ничего не вынимаем вот этот бутербродик но по мере роста ребенка все-таки он будет уже больше становиться и ребенок перестанет помещаться нормально нам нужно что-то убирать смотрите можно убрать чисто нижнюю часть оставить вот этот вкладыш вот когда ребенок уже подрастет мы просто вынимаем остальной вкладыш здесь ведь даже подголовник отдельный элемент вот это отдельный элемент боковые части можно снять в общем-то такой вот салат из кучи подушечек в общем по мере необходимости по чуть-чуть вынимаем поп смотрим по пространству как ребенку нужно так мы и достаем по потом нам как мы это все отсюда достанем смотрите сколько у нас места образуется вот когда мы достали вкладыши скорее всего ребенок уже достиг девяти месяцев и мы можем развернуть и ехать в этом кресле по ходу движения но к этому мы вернемся давайте сейчас пока посмотрим что за такие дела здесь как его ставить для новорожденного ребеночка смотрите здесь нет ничего здесь есть только крепление под базу соответственно пока ребенок маленький нам нужно установить его против хода движения все поставили наклонен кстати сразу о безопасности я вам не сказал кресло прошло обязательное испытание соответствует требования безопасности стандарту европейскому соответствует айсайзу соответствует установлены самые современные дополнительные системы при боковой безопасности вот например смотрите в данном случае эта система здесь съемная мы можем справа налево перекидывать и соответственно устанавливать туда куда нам нужно но он здесь допустим дверь сюда мы ставим будет с той стороны установка зеркальная ставим с той стороны поэтому имейте в виду по безопасности здесь все очень хорошо совокупности с материалами которые мы здесь получаем по посадке это офигенное предложение на самом деле так ладно смотрите против хода движения ребенок родился вкладыши считаем что здесь они их не вытаскивал как будто все установили можно эксплуатировать и так мы ездим до 9 месяцев как только ребенок подрастет только в том случае мы кресло разворачиваем и едем по ходу движения устанавливаем все по ходу движения когда мы едем у нас появляется возможность нормально так разгуляться по наклону у нас принципе здесь куча режимов сейчас я посмотрю отсюда видно вам да видно вот смотрите 10 режимов в одном направлении и 5 в другом направлении но имейте в виду вот эти щелчки по сантиметру никто так не делает посмотрите сейчас буду вот так каждый вот так раз останавливаться но никто же не ловит вот эти вот там 10 раз вы или наклонили так и мы или наклонили или посадили ребеночка никто не будет вот этот вот там полумер такой вот искать поэтому сколько их там это не важно главное те самые максимальные положения имейте ввиду когда мы регулируем наклон у нас здесь стрелочка синие и красные к там например красный у нас по ходу движения регулировка синие против хода движения поэтому когда мы едем лицом вперед мы не можем уйти в другую зону и наклонять сильнее это небезопасно но даже когда мы положение по ходу движения находимся здесь очень приличный наклон и в дальней дороге когда ребенок подрастет уже по ходу движения будете ехать в него прекрасно но быть прекрасно наклонен и голова под своим весом вперед свисать не будет этого более чем достаточно наклона для движения по ходу по ходу вот поэтому с комфортом с посадкой здесь все более чем хорошо но естественно все у нас здесь регулируется пятиточные ремни на пятиточных ремнях на плечевой зоне на накладках есть специальный такой резиновый не скользящий материал который фиксирует дополнительно ребеночка при дтп чтобы сам ремень его еще меньше травмировал и он был лучше зафиксирован эта технология потихонечку появляется в автокреслах раньше она мало где была сейчас ее внедряют как стандарт так собственно все кстати каркас здесь он с сеточкой по бокам он вентилируемый и поэтому ребенок меньше будет преть в дальних поездках на юга куда-то в россии это будет очень актуально так собственно по креслу что хотел вам рассказать рассказал давайте единственное покажу еще как у нас пользоваться база из за fix потому что вы это кресло наверно купите именно с базой чтобы снимать кресло с базы здесь спереди у нас есть кнопочка мы ее отжимаем и она высвобождает кресло вдруг кто не знает что такое база база это вот такая вот платформа вот специальные крепления у нас под автолюльки и под кресло есть еще такой вот упор в пол он регулируется у нас по длине наша задача он поэтому упор в пол и называется что нужно упереть его в пол чтобы кресло было жестко зафиксировано и после чего защелкиваем изофикс как только упор в пол мы установим правильно у нас здесь появится зеленая индикация том что все хорошо стоит и на изофиксе тоже появляется зеленая индикация как только все зеленая как светофор можно собственно ехать потом устанавливаем сюда или люльку или автокресло и едем посмотрите самый важный момент в базах изофикс почему это круто использовать их когда мы что-то ставим ремнем я имею до кресла у нас есть вероятность ошибиться в установке когда у нас стоит база изофикс мы не можем особиться в установке она щелкнула и можно ехать нам не нужно танцы с бубном исполнять ничего там ремни протягивать все четко и понятно защелкнуть зелененькая горит значит все в порядке можно ехать так собственно все добавить не больше нечего хочу лишь подытожить в двух словах коротенькое мое мнение у джоя еще не было такого интересного предложения как комплекта люлька база база следующая группа ну или же без люльки люлька с базы у них есть прекрасные предложения просто улучшенные на на рынке по цене качеству и сейчас у них наконец-то появляется возможность у клиентов после люльки ставить прекрасную следующую группу избавить себя от головняка поиска какого-то кресла эти муки выбора ничего просто реально спокойно покупаете и квест его шикарное кресло откатались с ним у вас такой комбо комплект получается для ребенка с рождения до 4 лет и смело на авито там где угодно ставите и продаете и берете уже группу 23 у джоя кстати тоже есть прекрасные предложения по цене качеству вот собственно мое коротенькое мнение а вам хочу лишь пожелать хорошего грамотного выбора если обзор вам понравился ставьте свой царский лайк подписывайтесь на канал и удачи вам на дорогах до свидания